Конечно, мы не можем обойти своим вниманием то, что всколыхнуло все прогрессивное человечество. Та новость, которая сейчас у всех на устах. Та новость, с которой проснулись все люди, которые все еще верят в справедливость и верят в сказки. Итак, покушение на Поросюка. Надати охорону народному депутату Володимиру Поросюку с таким закликом до правоохоронцев звернувся голова Верховной Рады Володимир Гройсман. Что случилось, спросите вы? Володю бросили гранату. Вроде бы как РГД-5, но по счастливой случайности он выжил. Более того, он даже не ранен. Более того, даже не пострадала его машина. Пострадали другие машины, а его машина пронесло. Во-первых, можно сказать сразу же, что на Поросюка не было покушения, потому что у Поросюка нет машины. Но вроде бы как это его сестры машина. Суть не в том, правда? Когда говорят, машина Поросюка не пострадала, это все диалектика. Дело не в том. Дело в том, что покушались, но чудом выжил. За словами Поросюка, он видел, как неведомая особа кинула предмет, схожий на гранату. Я все-таки рассчитываю на то, что Володя такого не говорил, что вот это вот интерпретация его слова. Потому что, ну вот, вы подумайте, просто паркуете вы машину, вечер, темно, берете покупки, идете к подъезду и смотрите на гору. Потому что гранату в него бросили вот с такой вот горы. Бросили, но не допросили. К этому мы еще вернемся. Просто подумайте, как это он мог видеть человека, который в него что-то бросил. Ну, чего вдруг? Повторяю, Вовин автомобиль чудом не зацепила, ну, или автомобиль его сестры, или его троюродного брата. На месте оказался его брат по убеждениям, Игорь Луценко, народный депутат Украины. И он рассказал, что, скорее всего, это покушение на убийство. Ну, он сразу сделал такое заключение. Игорь Луценко прославился тем, что на него тоже было покушение. Его выкрали, пытали, мучили второго человека, который был с ним. Убили, а Игоря по непонятным причинам отпустили. И вот первый статус, который Игорь пишет. После освобождения запись на Facebook. 15 часов его убивали. И я тогда еще обратил внимание на очень странный слог. Человека убивали, да? Я посмотрел на мир, как будто впервые. Слепах уртовы на нич, была наяскравящим видовощем. Мабуть за все життя. Ну, в таком вот стиле. Я честно вам скажу, я с трудом представляю человека, которого 15 часов мучили, убивали, потом поставили, расстреливали. Который добирается до Facebook и пишет пост, знаете, более подходящий творчеству Тургенева, к примеру. Но не будем придираться, там еще один специалист оказался на месте. Антон Герасченко. В него была брушена боевая граната типа РГД-5 или РГУ. По счастливой случайности он не пострадал. Осколки пролетели мимо него. Вот так вот вообще осколки. Вот так вот летели. Эй, почему он не пострадал? И каким образом осколки пролетели мимо него? Тут сразу очень интересно, что рассказывает сам Поросюк. Что он перепарковался. Что он в этот день, по счастливой случайности, поставил машину не там, где он ставит ее всегда. Да, просто так гранаты не летают. Вот здесь вот он это говорит. Так, я приехал на парковку, а потом перепарковался. В этот момент мое авто бросили гранату. Это произошло около 22. Я не знаю, что это может быть, но знаю, что просто так гранаты в Киеве не летают. Ну, в Киеве сейчас летает все, что угодно. Тут Владимир не прав. Но зачем он говорит, что я припарковался на обычном месте, а потом перепарковался? Неужели так важно? Конечно, важно, потому что надо как-то объяснить. Чудо! Так, в Киеве подорвали авто. Подорвали авто, но авто не пострадало. При этом очень интересно. Вот эта ямка, видите? Бросили гранату. Граната не долетела даже вообще до автомобилей. Так, полиции удалось. Поросюк припарковался не в привычном месте. И поэтому между его машиной и местом взрыва стояло еще несколько машин. Это очень важно, потому что он припарковался в необычном месте, в непривычном месте. Не там, где всегда. Встал там, где всегда, а потом перепарковался. И здесь то же самое написано. Везде это написано. Поставил машину на свое место, а потом перепарковался. Я пытался понять логику эту в течение минут пяти, а на шестой минуте до меня дошло. Имеется в виду, что эти преступники, кстати, Игорь Луценко сказал, что они очень профессиональные, они, видно, поджидали, все знали про Поросюка. Судя по тому, что я вижу это покушение на убийство, кидали гранату прицельно. И эти мегапрофессионалы увидели, что Поросюк паркуется на своем месте и начали бросать гранату, размахивать рукой. По всей видимости, замах пошел. А потом Володя раз и перепарковался, вышел с автомобиля и в этот самый момент, самый тормознутый метатель гранат, к известной человечеству, как раз таки ее наконец-то метнул. Она полетела, но все равно не долетела. А почему не долетела? Вы не поверите, ветки помешали прицельно. А однако, судя по всему, помешали ветки. Супер-профи, которые, наконец-таки, бросили гранату, не смогли ее бросить так, чтобы она долетела до цели. Ну, хотя бы приблизительно до цели. Они ее не добросили даже до самой парковки, потому что она ударилась от веточки и отлетела. Это чудо. Чудо! В переполненном оружием Киеве эти супер-профи использовали не ствол, не F1, если ему так хотелось взорвать именно, а RGD-5, который, размахиваясь, потому что Вова перепарковался, это их сбило с толку. Они не смогли добросить, потому что она отлетела от веточек. Ну, реально чудо. И я вспоминаю в контексте этого чудо еще одно чудо. Вы же помните, Владимир в свое время чудесно спасся из плена. Об этом так и говорили. Чудо. А нынешний боец спецбатальону Дніпро-1 дивом вижив в Віловайському пеклі та повернулся с полону. Чудеса – это то, что происходит в жизни Владимира Поросяка регулярно. Первое чудо вообще, я считаю, что он в Верховной Раде, но там есть еще целая череда чудес. Ну, честно говоря, я не знаю, каким чудом, ну, взагалі, названием выпустили. Когда Володя был в плену, а я напомню, его взяли в плен российская армия, потом вывезла в Россию его российская армия, потом вернула сепаратистам, а уже сепаратисты его чудом отпустили. Ну, вот такие вот чудеса бывают. Но чудеса происходили с ним и в плену. Его не опознали, потому что он попросил перевязать ему шею и опустил голову. А вообще, говорит, искали постоянно Поросяка. Знаете, такого там Поросяк, там Семенченко там. Но, и он был уже практически в руках врага, однако у врага на территории России связь отказала и не смогли позвонить в Москву, чтобы проверить его данные. Чудо. Пришел он, говорит, молиться, типа, Богу, что сейчас связи нет, я не могу на вас, ну, типа, подзвонить в Москву и по каждой фамилии пробить, кто вы таки. Кажет, просто связи нет, вам сегодня повезло. Повезло, так повезло. А вообще, Володя должно было тогда еще, перед пленом, снести полбашки. Но, не удивляйтесь, люди, которые понимают, часть гранаты не сдетонировала. Частина гранаты не сдетонировала, и на меня влетела в голову, правда, осколок не пришел. Еще одно маленькое, но очень яркое чудо. Я иногда даже думаю, может, он какой-то посланник, знаете. А вообще, по поводу его ранений, там есть кое-что интересное. Там же ж его гранатой ранило, да? Какие у вас пораны между снизами? В голову, осколочная граната РГД. Петрик, в голове десь взорвалась. Любят его гранаты РГД? Ох, любят. Вообще, покушающимся надо запомнить, что РГД Вову не берет. Правда, говорят, что пуля его вроде ранила. Куля лише зачепила голову. Парасюк уже навіть самотужки ходит. Не-не-не, подождите, так вроде ж граната. Что сталося? Да, от гранаты. От гранаты? Да. Это Виловайск, да? Да, когда мы уже выходили. Но, врачи, правда, говорят, что пуля все-таки. Открытая черепно-мозговая травма, пулевое ранение, контузия. Ну, гранатная пуля. Пустил голову, типа, повязка на голове, потому что у меня тут ранение от осколка, я его нижче опустил. И Вова, которого все искали, спрашивали, не видели Парасюка? Где Парасюк и Семенченко? Ну, Семенченко-то в это время с раненой жопой лежал неизвестно где, а вот Парасюк у них был прямо в руках. Но они глюпы и глюпы и не рассмотрели его, хотя ходили и искали днем с огнем. Но Вова, чтобы его лучше можно было найти, с ними разговаривал, спрашивал, слышите, а кто вы такие? Вова очень любил повторять эту историю о том, как он допрашивал практически российских солдат. Я кажу, ты, ну, хлопцы, в Князьской области, на Украине, они кажутся, не мы в Ростове, я кажутся, что я тут роблю, они кажутся, я здесь не знаю, что тут роблю, что у них страшная стреля. Доколупался к российским солдатам, Вова так неплохо, что вы тут делаете? А солдаты ему говорят, мы в Ростовской области, ну, они ж глюпы и глюпы, указателей опять-таки нет нигде. А Вова ему говорит, да ладно, вы на территории Украины. Ну, вот, скрывался человек. Я говорю, типа, вы кто такие? Он говорит, мы ополченцы. Я говорю, ну, хлопцы, ну, что вы там дурницы мали? Я говорю, кто вы реально такие? Ну, под напором военных вопросов, россияне гнулись просто и сдавали себя с потрохами. Я говорю, хлопцы, ну, давайте реально дивитесь, ну, он говорит, мы российская армия. Но глупая, глупая, российская армия, некоторые думали, что они в Ростове, а некоторые, наверное, были уверены, что они на Красной площади. Знаю, российская армия. Он так и говорит, а что вы тут делаете? Я говорю, что мы тут делаем, я говорю, что вы тут делаете Восхищен я Володя Слушайте, это все-таки надо иметь, знаете, стальные эти самые Это надо быть просто героем, чтобы вот так вот брать Находясь в плену и допрашивать всех Он говорит, ну что вы делаете в Ростове на полигоне Я говорю, что дурак, мы в Донецкой области Ну, находясь в плену, еще так разговаривает Ты что, дурак? Ну, правда, потом Вова другое рассказывал Я говорю, что это Украина, Донецкая область, недалеко от Иловайска Он, типа, закрой рот, типа Ну, а потом нынешнего народного депутата Украины Поросюка Взяли и освободили И все Свидетелей, вроде бы, как слышал, нет Не осталось, вот, пребывания его в плену Да и нафиг те свидетели, честно говоря Мы же Вове не будем на слово верить Вова, это человек-чудо Вова, человек, ну, я не скажу, там, человек-пиар Ни в коем случае В принципе, все пользователи соцсетей прекрасно поняли Что это было за покушение Ну, и версия у всех, у кого есть хотя бы задатки мозга Одна, единственная, и я вас уверяю, верная Ну, а я думаю, что эту тему еще потягают Порассказывают о том, как летают гранаты в Киеве Как покушаются на людей И запугивают, запугивают за их твердую позицию Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok